МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите «Итоги на пирамиде» в студии Бермет Курманбек. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко о главном. Коронавирус обнаружен в трех областях страны и в столице. Количество заболевших – 14 человек. С 22 марта в стране будет введен режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны. Это нечрезвычайное положение. Здесь правила немножко по-другому. Чрезвычайная ситуация – не повод не учиться. Вузы и школы страны переходят на дистанционное обучение. На сегодняшний день разработаны инструкции для учителей и для родителей, для организации онлайн-уроков. Праздник весеннего равноденствия на УРУС кыргызстанцы отпразднуют в условиях карантина. Кыргызстанцы отпразднуют в условиях карантина. Коронавирус на неделе проник и в Кыргызстан. По последней информации республиканского штаба, число заболевших в стране уже 14. Все пациенты изолированы, проводится соответствующее лечение. Во всех районах, где была выявлена инфекция, была введена чрезвычайная ситуация. Между тем, по итогам совещания республиканского штаба, принято решение ввести режим ЧАЭС на территории всей страны с 22 марта. Тем временем, Международный портал публикует обновленные данные в режиме реального времени. Согласно информации статистической страницы, вирус выявлен в 180 странах мира. Количество зараженных превысило 270 тысяч. Число летальных исходов свыше 11,5 тысяч. 88 тысяч человек выздоровели. Тем временем, специальный совет для борьбы с коронавирусом на неделе создали и страны ЕС. Совет будет мониторить ситуацию и вырабатывать меры оперативного реагирования. Продолжение темы в следующем сюжете. Раннее утро. Среда, 18 марта. Министр здравоохранения сообщает тревожные новости. В Кыргызстане зафиксированы первые три случая коронавируса. Заболевшие мужчины совершали малый хаш в Саудовской Аравии. Вернули страну 12 марта. На тот момент Саудовская Аравия не относилась ни к первой, ни ко второй и даже ни к третьей категории государств эпидемиологической опасности. Потому паломники в обсервацию не помещались. Домашнего карантина у них тоже не было. Все наблюдение ограничилось лишь регулярными визитами врачей. Вот это случай был обнаружен именно в очередном почтении наших врачей. Один из домов в Сузахском районе, село Беловешинск. После выявления первых случаев коронавируса, соответствующие государственные органы начинают устанавливать круг лиц, которые имели контакт с заразившимся. 139 пассажиров, которые летели вместе с больными паломниками из Шаржа, нашли и поместили в обсервацию. Они сдали тесты. Результаты отрицательны. И еще два человека сейчас находятся в Узбекистане. 20 марта. Министерство Кыргызстана сообщает о еще трех случаях заражения коронавирусом. Женщины проживают в Наукадском районе. Заболевшие тоже паломники. В связи с этим министр взрывохранения делает официальное обращение ко всем соотечественникам, совершившим в марте малый хадж. Я прошу всех, которые посетили хадж, не ходить, не гулять, не посещать те места, где есть скопления, не делать тюлё или какие-то встречи. Просто надо организовать самоизоляцию. Самоизоляцию, а потом дальше уже медики будут проводить соответствующую свою работу. 21 марта число инфицированных коронавирусом увеличилось до 14 человек. COVID-19 официально зарегистрирован в трех областях – Баткенской, Джалабадской, Ожской. Два случая в городе Бишкек. Учитывая всю серьезность дела, президент Сорунбай Джинбеков, несмотря на праздничный день, проводит заседание Совета безопасности в узком составе. На нем принимается решение рекомендовать премьер-министру ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране с 22 марта сроком на один месяц. Правительству совместно с секретариатом Совета безопасности поручено разработать соответствующий план оперативных действий при объявлении чрезвычайной ситуации. Хочу отметить, что это не чрезвычайное положение. Здесь правила немножко по-другому. По необходимости люди будут заниматься своими повседневными деятельностями. Будет приниматься решение по ограничению нахождения людей на тех местах, где большое скопление населения и без надобности находиться где-то там, скажем, на тех местах, где возможно заразиться данной эпидемией. При режиме чрезвычайной ситуации определяют зоны ЧАЭС, прогнозируют масштабы последствий и возможные зоны распространения, локализуют и ликвидируют последствия ЧАЭС, осуществляют жизнеобеспечение пострадавших и защиту населения. Аварийно-спасательные службы имеют право беспрепятственно заходить на территорию предприятий. Может быть введен временный запрет или ограничение движения транспорта и пешеходов. На момент действия чрезвычайной ситуации каждый государственный орган будет работать по особому плану, который должен исполняться в целях минимизации распространения и заражения коронавирусной инфекцией. А население же призывает лишний раз не выходить из дома. Перенести выборы в местные кенеши – еще одно решение, принятое на заседании Совета безопасности. К слову, ранее была принесена перепись населения. Выборы не должны нести никакие риски для здоровья граждан, должен быть приоритет защиты здоровья граждан. И выборы в том числе должны проводиться в таком формате, который позволяет и избирателям, и кандидатам в полной мере осуществить свои избирательные права, свое право на свободные конкурентные выборы. Поэтому сегодня на Совете безопасности было рассмотрено наше предложение о том, чтобы перенести дату голосования текущих выборов и приостановить в связи со сложившейся ситуацией текущий избирательный процесс. Как отметил Сурон Байджинбеков, сейчас важнее всего здоровье кыргызстанцев. По мнению президента, на данный момент всем необходимо поставить гражданскую ответственность на первое место и строго придерживаться дисциплины. Это не частное дело каждого, а вопрос, влияющий на здоровье нации. Нельзя с равнодушием относиться и думать, что это не коснется меня и моего дома. Вы видите ситуацию в мире. Это может коснуться каждой семьи, каждого гражданина. Поэтому каждый ответственный не только за себя, за своих детей и близких, но и за здоровье общества в целом. Сурон Байджинбеков призвал всех прибывающих из-за границы, контактирующих с ними, своевременно обращаться к государственным органам для прохождения необходимой проверки на наличие коронавирусной инфекции. Да, наш народ очень гостеприимный. Психологически тяжело принять ограничения. Но еще раз повторюсь, сохранение дисциплины – это вопрос здоровья не отдельно взятого гражданина, а всей нации. В отдельных странах из-за несоблюдения дисциплины ситуация сильно обострилась, усложнилась борьба с инфекцией. А в странах, придерживающихся строгой дисциплины, особенно в соседнем Китае, ситуация пошла на спад. Сурон Байджинбеков призвал кыргызстанцев строго придерживаться рекомендаций медиков, правительства, местных властей. В эпоху цифровизации будем связываться друг с другом по телефону, через социальные сети. Надо прекратить взаимные контакты. Министерство жидравоохранения призывает кыргызстанцев не только сократить взаимные контакты, но и сохранять спокойствие. К встрече с коронавирусом страна была готова. Есть необходимый запас медикаментов, достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких – 624 штук. Несколько раз проводились учения, поэтому врачи знают, как действовать в подобных ситуациях. С февраля месяца 2020 года более 800 врачей и медицинских сестер со всех регионов республики прошли тренинги, в том числе и дистанционное обучение. Обучающие семинары проводятся и сейчас. К тому же разработаны протоколы лечения. Их предоставила ВОЗ. На должный уровень поставлена работа лабораторий, что имеет огромное значение. Ведь чем быстрее будет диагностирован вирус у больного, тем проще не допустить новых случаев заражения. Все наши лаборатории, которые сегодня существуют, они все аккредитованы по правилам национального уровня и по правилам Всемирной Организации Здравоохранения. У них есть аккредитация. Все используем тесты. Мы пользуемся тестами, которые выпущены из России. Мы пользуемся тестами, полученные из Турции. А также мы используем тесты, полученные из Всемирной Организации Здравоохранения. Все эти тесты, они применяются в этих странах и получены сертификаты и разрешены к применению. Помощь в борьбе с COVID-19 Кыргызстану сейчас оказывают многие страны мира. Тест-системы приходят из Японии, России. Китай готов оказать экспертную помощь. Нам нужны люди, которые непосредственно уже работали, видели. И они могут приехать к нам и нас консультировать. То есть вот такую помощь мы попросили. Они сами сказали, что готовы именно вот это оказать помощь. Потому что, говорят, мы уже это пережили, мы стабилизировали. И мы этим опытом можем делиться с другими странами. Будем обращаться и дальше в ряд страх. В том числе, возможно, и правительству Южной Кореи. У них там тоже очень хорошая тест-система, благодаря которой было очень такое своевременное выявление. Поэтому стратегии уже есть. Я еще раз хочу повториться. Нам будет проще, потому что у нас есть опыт других стран. Сдерживание распространения коронавируса по стране сейчас имеет такое же значение, как и его лечение. В первую очередь здесь предпринимаются меры по изолированию всех, кто имел близкие контакты с заболевшими. Под наблюдением врачей находится 2330 человек из круга контактировавших, свернувшимися из Малого Хаджа. На обсервации 649 человек. Всего в стране развернуто 2290 койко-мест для обсервации и госпитализации. В этих пунктах созданы необходимые условия для людей. Есть горячая, холодная вода, санузлы и предоставляется питание. Нас обеспечили всем необходимым. Антисептики, еда, вода. Врачи постоянно рядом. Раз у нас в стране такая ситуация, мы обязаны быть в обсервации. Поначалу было страшно, но сейчас все успокоились. Я здесь уже шесть дней. Нам приказ до восьмого вышел, поэтому... Минуточки, извиняюсь. Алло, а это где? Здравствуйте. Нуркалы, Таштанбеку, Улу весь день обзванивает клиентов. Некоторые звонят сами. На ближайшие дни было запланировано более пяти тоев. Все это пришлось отменить. По решению правительства, из-за коронавируса в стране закрыты рестораны и тойканы. Свои коррективы коронавирус внесли в работу столовых, фастфудов, все места общепиток, где более 50 посадочных мест должны доставлять еду до места назначения. Обслуживать клиентов в своих стенах им запрещено. По решению правительства, деятельность всех кинотеатров страны временно приостановлена. Афиши на здании еще висят, но вход в сам кинотеатр уже закрыт. Кинопоказов здесь нет. Из-за сложившейся ситуации, по самым скромным оценкам, страна может недополучить бюджет около 450 миллионов долларов. Но, как отметил на заседании Джекурку Кинеша Мухаммед Калы Абалгазиев, на сегодняшний день первосипенная задача – это здоровье наших граждан. На мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции финансовые ресурсы экономиться не будут. Во всех общественных местах проводится усиленная дезинфекция, осуществляется обработка дорог и тротуаров. Для недопущения проникновения новых случаев коронавируса в страну закрыты границы для иностранных граждан. Прекращено воздушное сообщение. Исключения сделаны лишь для российских авиакомпаний. Их рейсы будут совершаться три раза в неделю. Ограничения также не распространяются на грузовые перевозки в воздушном транспорте. Сегодня до конца вечера будет осуществлено порядка 12 рейсов. На 22 марта запланировано 8 рейсов и на 23 марта еще 5. На этих самолетах будет привезено на родину порядка 3000 граждан Кыргызстана, которые из-за коронавируса застряли в других странах. Есть отдельные страны, туристы у нас остались в Египте, порядка где-то 130 человек. Сейчас отрабатывается алгоритм вывоза этих пассажиров. Эти пассажиры были доставлены туда через авиакомпанию Казахстана. Когда должны были возвратиться, Казахстан свои границы закрыл для иностранных граждан. Из-за этого они не смогли вылететь через Казахстан. Сейчас мы добились договора с властями Египта, чтобы они разрушение дали нашим компаниям, чтобы увезти этих туристов из Египта. Опять авиакомпания «Авиатрафик» согласилась вывезти. Сейчас отрабатывается мед. Где-то сегодня-завтра уже этот вопрос будет решен. Обеспечение продовольственной безопасности и контроль цен. Еще два вопроса, которые стали актуальными, как никогда ранее, с момента проникновения коронавируса в Кыргызстан. Еще в конце прошлой недели, когда COVID-19 только подбирался к стране и был обнаружен в соседнем Казахстане, на наших рынках начался ажиотаж. Люди стали осаждать супермаркеты и базары. Воспользовавшись ситуацией, торговцы звентили цены. Мешок муки за несколько часов подорожал на 700 сомов. Все это заставило Кабмин принять срочные меры. Правительство Кыргызстана составило список товаров, на которые будет распространяться государственное регулирование цен. Он состоит из 14 пунктов. Мука пшеничная, ржаная, хлеб формовой, молоко пастерилизованное, масло растительное, подсолнечное и хлопковое, масло сливочное, мясо, говядина, баранина, свинина, птица, сахар, песок, рис, макаронные изделия, яйца куриные, картофель, уголь, бензин марки АИ-80 и АИ-92, дизельное топливо, сжиженный газ. За необоснованное поднятие цен предприниматели теперь будут нести ответственность. Уже заводятся уголовные дела. Когда весь мир борется с болезнью коронавируса, наши основные партнеры борются с экономическими проблемами. В этих условиях мы не имеем права допускать вот такие вот нежелательные действия отдельных наших граждан. Я об этом хочу заверить и наших граждан, которые проживают в областях, в районах, участвовать в контроле цен. И в республиканском штабе будет круглосуточно работать телефоны связи и будут приниматься такие быстрые решения для того, чтобы не допускать нежелательные вот такие вот действия отдельных наших граждан. Во всех городах страны сейчас проводят рейты. Делается это с целью отслеживания цен на продовольствие. Сотрудники муниципалитета совместно с предпринимателями антимонопольной службы, заместители Акима выезжают на рынки и в супермаркеты. На данный момент у Госматрезерова есть 60 тысяч тонн муки и пшеницы. В случае необходимости эти запасы будут направлены по востребованию на места. Кроме того, из бюджета выделяется 400 миллионов сомов на закупку зерна и муки. Еще по 200 миллионов сомов предоставляют АИЛ и РСК банки. В стране началось производство масок. За эти дни в аптеки их поступило 700 тысяч. Раньше не было необходимости в масках, но сейчас она возникла. Мы не можем оставаться в стороне, поэтому начали такое производство. Как видите, у нас все стерильно. Ткани заказываем из Турции. Всемирная организация здравоохранения за минувшие сутки зафиксировала в мире 34 тысячи случаев нового заражения коронавирусом. Екатерина Токамбаева, Джентай Макенов, «Пирамида». Из-за инфекции коронавируса, которая стремительно распространяется по всему миру, десятки стран приняли решение закрыть все школы и университеты на карантин. По всей планете на сегодня в школы не ходят около миллиарда учащихся. Тем временем на неделе ЮНЕСКО напомнило о том, что чрезвычайная ситуация не повод для нарушения образовательного процесса. Они предлагают всем учебным учреждениям взять на вооружение дистанционное обучение. В этой связи ЮНЕСКО опубликовало на своем сайте список доступных приложений для онлайн-обучения, которыми могут воспользоваться родители, учителя и учащиеся. В связи с угрозой нового вируса, практику дистанционного обучения применяют и отечественные вузы. Министерство образования и науки организовывает онлайн-обучение и для школьников. Для учащихся будут представлены онлайн-уроки, телевизионно-учебные передачи с использованием информационных технологий и электронных ресурсов. Тему продолжит наш корреспондент. С 16 марта школьников и студентов распустили по домам. Они будут находиться на карантине три недели. Решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Чтобы образовательный процесс не пострадал, учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения. Вузы и некоторые школы уже работают с помощью онлайн-платформ. Учеба в таком режиме продолжится до особого распоряжения. На сегодняшний день разработаны инструкции для учителей и для родителей для организации онлайн-уроков. То есть онлайн-уроки позволят учащимся самостоятельно изучать тему. То есть учителя разработают уроки на основании календарного плана. И с помощью онлайна они могут проверять выполненные работы учащихся и оценивать. Помимо того, сейчас параллельно готовится видеосвязь для того, чтобы через видео могли учащиеся поддерживать связь. Группа учителей разрабатывает видеоуроки, чтобы школьники могли смотреть и учиться, а при необходимости пересматривать материал. Такие уроки будут транслироваться на государственных каналах со следующей недели. А вот на канале Били-Милим трансляция уже началась. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Над разработкой видеоуроков активно трудится образовательный комплекс «Креатив Талим» и преподаватели национальной компьютерной гимназии номер 5. Занятия подготовлены по программе конца 3-й и начала 4-й. Четвертей для учащихся с 5-го по 9-й классы. Видеоуроки транслируем с 9 утра. Все это делается, чтобы дети не сидели дома просто так, а учились и получали знания. В этом направлении мы работаем совместно с Министерством образования Кыргызской республики. Параллельно снимаем уроки по возможности по всем предметам, чтобы в дальнейшем выдавать в эфир. Также со всеми видеоуроками можно ознакомиться и на нашем ютуб-канале. Ну а для учеников начальных классов подобные занятия будут транслировать на канале Баластан уже со следующей недели. Сейчас учителя готовят соответствующий контент. Длительность уроков в 15-20 минут. Общее расписание и время выхода в эфир администрации школ сообщают через мессенджеры. Учителя могут именно по WhatsApp-группам, по телефону или по электронной почте, могут давать нашим детям задания, проверять их задания. То есть мы полностью перешли на дистантный формат. Во время карантина, чтобы наши дети не отставали от учебных программ, у нас, во-первых, мы дали очень четкий алгоритм, как учителям дома, взаимодействовать с их учащимися по платформе Google. Кроме того, школьные учебники на кыргызском, русском, узбекском и таджикском языках и порядка 400 книг по разным тематикам размещены на электронном ресурсе www.lib.kg. Важно отметить, что объявленные каникулы – это прежде всего карантин. Это преждевременные каникулы были введены в связи с карантином. Поэтому большая просьба детям и родителям, чтобы дети больше находились дома. Очень много сейчас у нас, чтобы не находились в общественных местах, скопления людей. Это не ходили на развлекательные клубы, места, где очень много людей. Еще хотелось бы напомнить детям, что учителя дают по онлайну задания. И большая просьба родителей отнести к этому серьезно. И пусть дети занимаются самообразованием. Где непонятно, учителя по онлайну задания, которые непонятны, учителя им дополнительно объясняют. В слайдах вы увидите четыре картинки, символизирующих одно слово или словосочетание, которые необходимо угадать. Изменен и порядок обучения студентов. На сайтах университетов выложены практические теоретические задания, которые студенты могут выполнять, сидя дома. Кроме того, преподаватели проводят онлайн-лекции. Студенты очной формы обучения, а также магистранты переведены на дистанционное обучение. Перед вузами, конечно, встала задача в первую очередь обеспечить доступ к информационным ресурсам и обеспечить само обучение. Как делаем мы? Немаловажным является то, что сами преподаватели в течение ряда лет уже проходили обучение, как применять онлайн-обучение, дистанционные образовательные технологии в учебном процессе. На сегодняшний день готовность преподавателей 100%. Что касается информационного портала университета, по словам проректора, вход в систему возможен 24 часа в сутки. Доступ к нему имеет каждый студент и преподаватель по личным логинам и паролям, вне зависимости от того, за компьютером он или же работает с гаджетом. На образовательном портале есть личный кабинет преподавателя, личный кабинет студента. Преподаватель, студент вводит логин и пароль. У нас работа строится сейчас следующим образом. Я студентам сделала рассылку через образовательный портал о том, что они должны ознакомиться с лекцией, составить конспект, составить список вопросов, на которые я должна ответить. Студенту уже присылают мне список вопросов, на которые я даю ответы. Также практическое задание, так как у нас связано с отработкой навыков на компьютере, я им отправила видеоинструкцию, что они должны сделать, дала задание. И вот сейчас они, находясь дома, выполняют это задание, делают съемку, мне скриншоты и присылают на проверку. Соответственно, я проверяю задание и выставляю им баллы. И, соответственно, студенты находятся полностью в учебном процессе, несмотря на то, что они находятся дома. Принято также решение ввести временные ограничения на въезд в командировки сотрудников учебных заведений, а студентам – на участие в программах академической мобильности. Кроме того, по всей стране проводятся разъяснительные работы со студентами и с их родителями о целесообразности нахождения дома в период карантина. По решению Совета безопасности до 8 апреля детские сады, школы и университеты закрыты на карантин. Руководители общеобразовательных организаций провели работу по дезинфекции, все учителя также находятся дома. Поэтому в освободившееся время педагоги советуют заняться самообразованием и читать литературу для расширения кругозора. Помимо этого, не рекомендуется посещать точки общепита, разные кружки и спортивные секции, а также ограничить передвижение на общественном транспорте. Айзада Румбаева, Джентай Макенов. Итоги на пирамиде. Свои коррективы пандемия коронавируса внесла и в празднование Нороза. По всей стране отменены торжественные мероприятия и массовые гуляния. Такие же меры приняты и в Казахстане, Узбекистане, Иране и в ряде других стран, которые обычно отмечают праздник весеннего равноденствия. Поэтому Нороз в этом году многие отмечают в кругу семьи, накрывают столы, готовят национальные блюда и варят смелек. Если вернуться к истории праздника Нороз, в переводе с персидского означает «новый день». Этот день древние земледельческие народы отмечали начиная с 4 века. Праздник символизирует приход Нового года и весны по астрономическому солнечному календарю. Поэтому перед праздником принято соблюсти ряд традиций в числе первоочередных. Расплатиться с долгами, сделать уборку жилища и приготовить ритуальные блюда. Эльмира Усмана-Лиева знает все секреты приготовления сладкого сумелека. Обычно национальное угощение она готовила вместе с другими родственницами и соседками. Но в связи со вспышкой коронавируса в этом году сумелек она приготовила сама. Сумелек – традиционное блюдо из пророщенной пшеницы. Необходимо прорастить зерна пшеницы, пропустить их через мясорубку, позже, положив смесь в казан, заливать водой. Добавляют муку и варят в течение 10-12 часов. И при этом все время помешивают. Чтобы смесь не подгорела, в казан кладут гладкие камушки и грецкие орехи в скорлупе. «Чтобы сумелек получился вкусным, его надо постоянно помешивать», – говорит хозяйка. В народе говорят, что это угощение исполняет желание. Поэтому отведать его в нору спешит каждый. «В этот день мы постарались передать своим детям атмосферу Нуруза, хоть и остались дома. Приготовили сумелек и национальные блюда вместе с детьми. Теперь сидим за праздничным столом и просим у Всевышнего мира добра и здоровья для наших граждан». Еще одна праздничная традиция – окуривать пространство веточкой арчи. Это символизирует очищение и обновление – то, с чего начинается Новый год. Праздник весеннего равноденствия в стране всегда отмечали с размахом, организовывали национальные игры и народные гуляния. Но в этом году из-за угрозы распространения нового вируса кыргызстанцы отмечают Нуруз скромно. В кругу семьи. Так поступила и семья Алабека Абдебекова. В связи с эпид-ситуацией мы решили чисто символически отпраздновать Нуруз в кругу своей семьи. Если до этого 21 марта мы устраивали пышные торжества по случаю праздника у себя дома, приглашая всех своих родных и друзей, сейчас же мы самоизолировались и отмечаем праздник только в кругу своей семьи. Думаю, что в данной ситуации мы должны ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Этот недуг можно победить только сообща. Женская половина накрывает праздничный стол с национальными угощениями, а глава семейства на улице жарит шашлык. Вы сами видите, что все семьи у нас в сборе. Дети во время каникул сидят дома и занимаются саморазвитием. Каждый год отличается от предыдущего. Если в прошлом году мы отмечали этот праздник с размахом, то в этом году сидим в тесном кругу. Это вынужденная, но самая правильная мера в этой ситуации. Поэтому каждый должен быть в ответе за свое здоровье и не выходить без надобности на улицы города. Но рус в стране символизирует с приходом нового дня. А потому перед праздником принято забыть старые обиды, попросить прощения у других, рассчитаться с долгами, завершить незаконченные дела, избавиться от старых и ненужных вещей и приобрести что-то новое. В сентябре 2009 года этот праздник был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. А в конце февраля 2010 года 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 21 марта Международным Днём Науруза. В результате взрыва в Таиланде пострадало 25 человек, а улицы иранского Масула превратились в реки. А корпорации Apple предстоит выплатить самый большой в истории французского антимонопольного ведомства штраф – 1 миллиард евро. Подробнее об этих и других событиях, происходящих в мире, расскажет Екатерина Токомбаева. В Таиланде сразу две бомбы взорвались рядом со зданием, где проходило совещание по борьбе с распространением коронавируса. Ранение получили 22 человека. Среди пострадавших – журналисты и полицейские. Одна из бомб была заложена в автомобиль. Улицы иранского Масула превратились в реки. Город затопило из-за сильных дождей. Некоторые семьи оказались в ловушке в собственных домах. Службы гражданской обороны и волонтеры проводят эвакуацию людей из водного плена. Жители жалуются, что муниципалитет своевременно не среагировал на предупреждение синоптиков в плачевном состоянии системы канализации. Франция штрафовала Apple на 1 миллиард евро. Это самый крупный штраф, который когда-либо выписывала антимонопольная служба страны за всю историю своего существования. Наказание корпорация получила за нарушение правил конкуренции. По мнению французских властей, Apple шантажировала своих дистрибьюторов, заставляя тех держать максимально высокие цены и запрещая распродажи устаревших моделей гаджетов. В США озадачились поисками лекарств от коронавируса. Дональд Трамп заявил, что Америка начала тестировать вакцину от новой болезни. Глава Белого дома отметил, что разработки ведутся рекордными темпами. На этой неделе начались первые клинические испытания вакцины. Генетический код вируса впервые опубликовали в январе. И благодаря беспрецедентному сотрудничеству многих корпораций и институтов мы начали испытания через 8 недель. Раньше на это уходили месяцы и годы, а теперь мы делаем это за очень короткие сроки. Это самая стремительная разработка вакцины в истории. Пока врачи ищут вакцину от коронавируса, население мира изобретает свои способы борьбы с опасной инфекцией. Оригинальный метод защиты придумали фармацевты Львовской аптеки. На кадрах видно, как работники учреждения на время карантина отгородились от покупателей с помощью строительной пленки. Единственным местом контакта с клиентами остается небольшое окно у кассы. Стоит отметить, что аптеки являются одним из немногих заведений, которые продолжают работу во Львове в условиях карантина. Музыка без границ. Сотни людей, оказавшись в карантине, в собственных домах и квартирах в Риме присоединились к трогательному общенациональному музыкальному флешмобу. Чтобы поднять себе настроение и сплотиться в борьбе с коронавирусной инфекцией, охватившись страну, музыканты играют на различных инструментах на своих балконах, крышах или верандах в районе Пиньято. Жители нескольких районов Тбилиси в среду вечером вышли на балконы своих домов, хлопая в ладоши с криками «Браво!» благодарность грузинским врачам, борющимся с коронавирусом. Видео флешмоба быстро разошлось по социальным сетям. На кадрах видно, как люди выкрикивают одобрительные возгласы и аплодируют как с балкона и окон, так и прямо во дворе. Ранее свою благодарность врачам выразил премьер-министр страны в ходе личного визита инфекционной клиники в Тбилиси, где на данный момент находятся зараженные коронавирусом пациенты. Введенный карантин в Венеции привел к улучшению экологической ситуации в городе. Исчезли туристы, а движение моторных лодок прекратилось. И каналы, по словам местных жителей, стали удивительно чистыми. Венецианцы распространяют в соцсетях фото и видео необычайно прозрачной воды и восхищаются увиденным. Ранее НАСА заявило о подобной ситуации в китайской провинции Хубей. Олимпийский огонь прибыл в Японию. Лайнер прямо из Греции доставил символ Олимпиады в японскую префектуру Мияги. В церемонии встречи огня приняли участие титулованные японские спортсмены, трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахира Намура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Исида. Эстафета Олимпийского огня начнется 26 марта в префектуре Фукусима. Екатерина Токамбаева, Джантай Макенов. Итоги на пирамиде. Это были наиболее заметные события уходящей недели. Я желаю вам крепкого здоровья, берегите себя и до встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Бишкек Капстрой». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok